Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. И мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, секретарь Якутской епархии, иеромонах Никандар. А говорить мы будем о крещении Господне. Отец Никандар, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, дорогие братья и сестры. Рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня большой праздник крещения Господне. И начнем разговор с традиционного вопроса, что это за день? Величайшее событие в истории человечества, которое произошло более двух тысяч лет назад, когда Христос пришел к реке Иордан, там, где до него святой пророк, притечий креститель Иоанн, крестил, точнее, выстраивал некий такой обряд ветхозаветный, когда люди приходили к реке Иордан, и он крестил покаянием. А Господь, наш Иисус Христос, входит в воды Иорданские и своим естеством освещает все водное пространство в мире. Входит в воды Иордана и принимает грехи всего человечества. И уже крестит не покаянием, а показывает нам пример, чтобы следовать за Христом, чтобы стать последователем Христа. Нам тоже каждому нужно пройти погружение в воды крещения Господня, по примеру Христа. Вот кто-то считает, что окунание в Иордане – это тождественно крещение, кто-то считает, что в этот момент прощаются все его грехи. А что же на самом деле значит крещенская купония? Здесь есть некое заблуждение. Это лишь напоминание нам о том, что когда-то мы были крещены. Ведь когда мы окунаемся в прорубь, мы вспоминаем о том, что над нами некогда в детстве, в юности или уже в зрелом возрасте совершалось таинство крещения. Ведь или мы в зрелом возрасте давали обещания, некие обеты при крещении. Или за нас в детстве давали обещания наши крестные родители. И вот этот день напоминает нам, когда мы входим в прорубь или окунаемся в источники о том, что мы были крещены. Для чего мы были крещены? Почему над нами это совершалось? Этот день, этот праздник и эта традиция окунания в источники водные напоминает нам о нашей принадлежности, что мы православные христиане, что мы крещенные люди, что мы последователи Христа. Отец Некандр, наверняка есть определенные правила, которых необходимо придерживаться в этот день. Как себя правильно вести? Безусловно. Хочется напомнить о том, что когда совершается в этот день освящение любых водоемов, над водой совершается очень древнее молитвословие. Таким молитвословием освящают воду при таинстве крещения. Раз в жизни нашей, когда мы принимаем крещение. И раз в год всего лишь в день праздника Богоявления, в сочельник и в сам день крещения Господня, священник или епископ читает над водой эту молитву, древнейшую молитву. И с этого момента вода становится величайшей святыней. В церкви она именуется Великой Агиасмой. И любой человек, который приходит независимо на реку, в прорубь, в храм, набирая воду, он должен осознавать, что эта вода является величайшей святыней. Окунаясь в прорубь, человек должен себя осенить крестным знаменем. Набирая воду в этот день в храме, он ее должен нести в чистой посуде, в каком-то неком сосуде, который будет храниться не где-то в закоулках нашего дома и кухни, он должен находиться в святом углу. Ведь эту воду используют в течение всего года, в особых случаях, когда кто-то у нас болеет, когда мы сами чувствуем себя, наверное, не совсем хорошо. В молитве мы слышим такие слова, что этой водой мы окропляем свои дома. И так принято было на Руси. Из храма несли воду в свои дома и в этот день окропляли комнаты, помещения, даже окропляли скот в этот день, который приносил пропитание семье. Эту воду пьют. В молитве сказано, что этой водой мы ограждаем себя от бесовской силы и многие-многие другие вещи, которые мы можем использовать в своей жизни, в каких-то разных ситуациях, в добрых или не очень хороших моментах. Эта вода является величайшей сотой недели. Поэтому должно быть соответствующее отношение и на проруби, и на реке, и в доме, и в храме. – Многие действительно утверждают, что эта вода, она является и даже какими-то, обладает удивительными свойствами. Именно ей многие даже запасаются, несут ее домой. Вот действительно на целый год. – Конечно. Мы стараемся всегда объяснить, и такая традиция у православных христиан, чтобы в доме была всегда крещенская вода на разные случаи жизни. Хочу предостеречь, конечно, не нужно набирать огромные сосуды и нести ее десятками литров в свои дома. Достаточно небольшого сосуда. Но, опять же, повторюсь, просто ее нужно хранить надлежащим образом, в чистоте и использовать в случаях необходимости. – Где можно будет у нас окунуться в Иордании, и самое, наверное, главное, как это правильно сделать? – Уже традиционное место в нашем городе – это Зеленый Лук. В дни Крещения Господня наш владыка, высокопосвященнейший Роман, архиепископ Якутский-Ленский, осветит воды реки Лена. – Это главная купальня нашего города. Также на водозаборе водоканала будет освещена купель нашим же владыкой. Но по всей республике более 30 организованных купелей, где в разных районах, в разных улусах верующие жители нашей республики смогут прикоснуться к этому событию и по желанию окунуться в освещенные воды. – Ну, как правильно все-таки делать? – Конечно, придя на источник купели, нужно осенить себя крестным знаменем, зайти с молитвой в освещенную воду, постараться трижды окунуться с головой и также с молитвой в тишине душевной и сердечной выйти из купальни. Попросил бы, конечно, всех наших телезрителей относиться к этому купанию с величайшей ответственностью. Как я уже сказал, это большая святыня. И когда слышишь, что многие приходят компаниями, порой в нетрезвом виде, бывая даже с матерными словами, мы ничего себе доброго не несем через окунание в эти воды. Мы должны понимать, что эта вода освещает как внутренний наш мир, так и наши телеса. С каким чувством мы придем к источнику, такую благодать мы и получим. Если мы придем с неуважительным отношением, с усмешками и шутками, то никакой пользы мы не получим, не душевной, не телесной. Мы только оскверним данную святыню. Конечно, здесь нужно с пониманием, с чувством благоговения и окунаться в эти воды. И также переносить эту воду в свои дома из храмов. Ну вот некоторые все-таки реально из крещения Господней делают своеобразный аттракцион. И вот приходят именно с этой целью. А как все-таки, наверное, направить душевно этих людей в самое нужное русло? Наверное, элементарный пример. Никто из нас, когда не болеет, не приходит к врачу. Например, если у нас заболит зуб. Мы же не пойдем к стоматологу просто так, ради развлечения. А многие даже боятся. Даже когда зубная боль страшно нас тревожит, мы даже порой боимся стоматологов. Так и здесь мы должны понимать, если мы хотим получить исцеление душевное и телесное, некое благо от этой освещенной воды, то тогда нужно идти черпать эту воду. Тогда нужно идти и освещаться в этих источниках. Ради развлечения мы не пойдем к врачу. Так и здесь, ради какого-то аттракциона, как Вы сказали правильно, ради какой-то дань моды, идти и окунаться в эти воды я бы не советовал. Это не принесет никакой пользы ни нашим близким, ни нашей жизни, ни нам самим. А вот Вы сказали, нужно заходить в воду с молитвой, с какой-то определенной молитвой? Кто знает какие-то молитвословия, может произносить их, конечно, про себя. Но достаточно просто сказать, Господи, помилуй, перекреститься и трижды окунуться. Кто знает молитву краткую во имя Отца и Сына и Святого Духа, можно трижды окунуться со словами этого молитвословия. Но вот кому все-таки можно, кому нежелательно, но в условиях все-таки нашего сурового климата, наверное, не окунаться в воду? Конечно, те, кто ощущает себя не совсем сильным, тем более нездоровым, я бы не советовал идти и окунаться в источник. Достаточно прийти в храм и спить освященной воды, набрать ее и принести домой, и этого будет вполне достаточно. Кто имеет в себе такие силы, пожалуйста. Ведь купание в проруби – это не сугубо церковное установление. Это больше народная традиция, это большее воспоминание о том, что когда-то в истории человечества Христос вошел и освятил воды. Поэтому и здесь наш благочестивый народ всегда приходил на источники, чтобы вспомнить это событие, подобно Христу, окунуться и освятиться в освященных водах любого водоема. Те, кто этих сил не имеет, лучше предостеречься и остаться дома, лучше сходить в храм, помолиться в этот день за богослужением и поучаствовать в освящении воды, которая совершается в каждом храме в эти дни. Отец Никандар, Вы сами сегодня будете окунаться? Знаете, скажу честно, в течение года я окунаюсь в святых источниках и летом, и зимой, но пока я не готовился к тому, чтобы сегодня окунуться в прорубь. Ну, это пока, наверное, неоднозначный ответ еще. Возможно. Ну, а как, кстати, церковь вообще готовится к крещению Господней в целом? Самое главное, начать этот день нужно с богослужения. Ведь недостаточно будет просто прийти и искупаться в освященной воде. Самое главное, центр всего события и праздника – это божественная литургия. И правильно делает наш народ. Всегда с утра идет сначала на божественную литургию, набирает воду для своих домашних, для того, чтобы ее сохранить. Ведь из водоемов мы не сможем набрать воду, принести и потом в течение всего года ее пить. Естественно, она испортится. Все же та вода, которая набрана в храме, она очищенная, она в чистых сосудах освящается. И купели предназначены только для нашего омовения, для нашего окунания в этой воде. А все же воду, которую мы будем употреблять в течение всего года, ее надо набирать исключительно в храме. И правильно будет посетить храм в этот день, набрать воду. А затем уже в течение всего дня тех, кто желает, опять же повторюсь, тех, кто желает, это необязательное условие, может пойти и окунуться в освященных водах реки Лена. Естественно, последний вопрос. Может ли некрещеный человек или приверженец другой веры тоже окунуться? Здесь строгого запрета нет. Конечно, может, но сразу появляется второй вопрос. А зачем? Вода освященная. Это событие напоминает человеку крещеному о том, что когда-то и он был крещен в освященных водах в таинстве крещения. С одной стороны, в религиозном смысле какого-то такого смысла нет вроде бы человеку некрещеному окунаться в освященных водах. Но если у кого есть желание, есть в этом потребность, то, пожалуйста, милости просим. Почему бы и нет? Большое спасибо, отец Никандор, за нашу встречу. Беседа была действительно интересной, познавательной. Дорогие телезрители, я напоминаю, что это было актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был секретарь якутской епархии, ермонах Никандор. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня! Субтитры подогнал «Симон»!